Сотрудниками наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району пресечена противоправная деятельность 59-летнего неработающего местного жителя, занимавшегося незаконным культивированием конопли. В ходе оперативно-профилактических мероприятий на приусадебном участке, расположенном в селе Дмитрового гора Конаковского района, полицейские обнаружили посевы запрещенного растения. При осмотре территории стражей правопорядка было изъято более 50 кустов культивированного наркотика. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что выращивал коноплю для личных целей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по чести первой статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мы продолжаем рассказывать о подробностях работы оперативников и следователей по раскрытию убийства Михаила Круга. 24 сентября в региональном следственном комитете состоялась пресс-конференция с участием сотрудников СК и полиции, которые принимали непосредственное участие в детальном установлении обстоятельств убийства известного шансонья. Веселов по себе имел, как правило, два пистолета. Пистолет марки ТТ и ПМ. Об этом говорят лица, сходящие в круг его общения, говорят близкие люди, об этом говорит сам Агеев. На дело, так называемое, как они его называют, совершенное, как планированное кража в помещении местожительства Михаила Круга, со слов Агеева о том, что пистолет находился в пользовании Веселова именно в этот вечер, он не знал. При этом нами достоверно установлено, что Веселов при совершении ряда убийств использовал именно пистолет ТТ и ПМ и других преступлений, не связанных с Михаилом Кругом. В последующем нами был установлен свидетель некий Осипов, который осужден за убийство Веселова Дмитрия. Это известный факт, приговор постановлен и вступил в законную силу. В своих показаниях он говорил, что во время общения с Веселовым, у него был определенный мотив этого общения, не буду углубляться в подробности, им получена информация о том, что Костенко, лидер организованной преступной группы «Кирские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга, подробности расскажем коллегам, и при этом очень переживал, что получилось так, что Михаил Круг во время исполнения данного заказа погиб, поскольку он этого не заказывал. Это достоверно установлено материалом уголовного дела. В последующем, во время получения данной информации, Осипов, скажем, испытал к нему определенную неприязнь, у него возник конфликт. В этой связи он совершил убийство Веселовым. После убийства было обнаружено два пистолета, ПМ и ТТ, тех же марок. В последующем, после совершения убийства, эти пистолеты были разобраны и выброшены в пруд водоем. В ходе проведенных мероприятий по осушению данного болота, данного пуда, отысканы, скажем так, составные части этих пистолетов, пожалуйста, оставляем обозрение, составная часть пистолета ТТ, выброшенного Осиповым после убийства Веселова. И вот составная часть пистолета ПМ. Продержите, подойдите, подойдите, покажем, чтобы вы поняли. И вот, соответственно, мероприятие по осушению данных применений. Ну, и для общего обозрения, составная часть пистолета ПТ, то есть из каких запчастей состоит ПТ? Так, из них убили круга? Объясняю. Во время осмотра места происшествия были обнаружены пули и гильзы, гильзы, пистолет, с которого производились выстрелы в собаку и в мусору куба. Была проведена, была проведена, была проведена, в церкви, загорелась, статист, и экспертное заключение установлено, что пострелялись пистолеты маркета ТАЧ. Из-под ПТ и СМС-2. Значит, пистолет обнаружен в болоте. По указанию Осипова. Вот данный пистолет принадлежал именно Веселову. Также являлся маркой ТТ, но он не имел ствола, потому что ствол, как я сказал ранее, он отделяется, в отличие от пистолета ПМ. Если ПМ был обнаружен вместе со стволом, то это неразрывная его часть. В особенности настроения пистолета ТАЧ, ствол и другие запчасти разделяются на более мелкие детали. К сожалению, в ходе повторных даже осмотров места происшествия установить маленькую деталь в виде коротенького ствола ТТ нам не удалось. Идентифицировать именно с этого ли пистолета было произведено, были произведены выстрелы и совершены убийства со стопроцентной гарантией над заключенным экспертом мы сказать не можем. Но вместе с тем совокупность доказательств, показаний о том, что Веселова имел преследователь ТТ, то, что при смерти после убийства был обнаружен пистолет ТТ, и он был обнаружен, и приговором признан счастливым доказательством в отношении Росипова, этот факт как бы остается неоспоримым. Убийство нашего земляка, великого певца Михаила Круга, было делом чести для раскрытия такого преступления для полиции. Работа, по которой это творилось, действительно не прекращалась на протяжении всех этих 17 лет. И в настоящее время, благодаря проводимым мероприятиям, выясняются обстоятельства также и убийств, которые причастны как Агеев, так и Осипов, которые были совершены ранее на территории других районов нашей области, в частности убийства коммерсантов в Аксатихе и в Ташке. Установлено на настоящий момент, что в банде Маку было совершено несколько убийств по трупам, всего на них около 30 потерпевших. И представители преступной среды, и предприниматели, которые были совершены, в общем-то, убийства по заказу. Плюс к тому, они убивали своих подельников для того, чтобы органы правопорядка не вышли на их след. То есть, если кто-то из их соучастников, грубо говоря, оставляет какие-либо даже мельчайшие следы на месте происшествия, человек сразу исчезал. В общем-то, основная часть данных преступлений задокументирована уже и состоялись приговоры суда, но, опять же, это еще не все. Работа продолжается на настоящий момент. Результаты, я думаю, что вы все узнаете позже. Более подробные с первых уст расследования убийства Михаила Круга вы узнаете из специального выпуска патрульной службы.